Все-таки у нас несколько минут осталось. Значит, все-таки, ваша версия или предположение, кто был за рулем машины Михаила Ефремова? На это не Ефремов, не я должен ответить, мы должны были ответить. На это должно следствие отвечать, кто был. Это не наша задача. Украинская журналистка из зала суда... Украинская напишет все что угодно. Ну нет, она уже теперь... Это наша? Да, она уже перебралась к нам. Что за рулем была конкретная актриса театра «Современник», она ее фотографию разместила. Я просто не хочу... Знаете, что хочу сказать? Там? Там? Да. Как раз ДНК не установили, так мужчина принадлежит или женщина принадлежит ДНК. Так. Все что угодно может быть. Что значит все что угодно? И как женская ДНК, так же мужская ДНК. Следок, кто за рулем сидел. И вот в экспертизе тоже написано четко. Но я хочу узнать, брали ДНК у этой актрисы? Нет, только у Ефремова. Я ему говорю, им быстрее надо было дело в суд направить. Потому что Ефремов первоначально признал, и поэтому им надо было быстрее в следствии направить это в суд направить дело. Но у вас есть все-таки ваше какое-то не юридическое мнение, а человеческое представление о том, был там водитель? Или Михаил просто может не помнить о том, что был... Вы наставите на том, что за рулем джипа... У меня факты, прямые доказательства. Какие факты? Ну нету никаких прямых доказательств, Эльман. За рулем отпечатка другому человеку принадлежит. Он же, наверное, за рулем бежал? Это не факт, что человек вел машину. Может быть, потом, когда машина стояла, кто-то там крутил этот руэль? Кому надо было в таком состоянии? Кто-то крутил? Подушки безопасности. Ручка руля... Ручка... Отпечатка его нет. В водительской двери. В водительской стороне. Но пассажирской не следовано полностью. А почему не следуете, если там никого не было, подушка сработала? Почему не следуете? Почему времени безопасности не следуете? Почему пол или сиденье не следуете? Не смотрит там следы, если у него слюна или кровь? Почему? Значит, что-то есть. Лобовое стекло разбито, если обратить внимание, с правой стороны. Откуда? Отчего? С левой стороны нормально, потому что пристегнутым был. Но если бы он разбил головой лобовое стекло... Он же сказал, что у него жутко голова болела. Ну, там бы, конечно, понятно, что были бы раны какие-то. И потом, почему не сработала подушка безопасности? Вы сейчас всю марку, всю линейку джип опустите, если скажете, что у них не срабатывает подушка на штурманском месте. Если пассажира нет, подушка не срабатывает.